Наш эфир продолжает программу Леона Эйнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. У нас какой-то телефонный звонок. Давайте попробуем принять, чтобы не держать человека на линии. Добрый день. У меня вопрос к Сергею Зацепину. Знаете ли вы, что в последнее время почему-то на Ютьюбе вдруг в середине вашей передачи вдруг становится темный экран и пишется, что нет доступа? Нет, я не знаю почему. Есть, и уже такое есть, и уже, по-моему, было или два, или три раза. Буквально посредине передачи вдруг экран становится черным и написано «нет доступа». Спасибо большое, что позвонили, но я действительно не знаю, как ответить вам на этот вопрос, и что бы это значило. Попробуем выяснить. Спасибо, что позвонили. Может быть, эта информация для вас будет важна. Спасибо, да. Да, спасибо. Леон, мы когда-нибудь сталкивались с таким? Нет, таким нет. Бывало снимали, бывало скручивали количество просмотров, было накручивали количество негатива. Один раз помню, меня посмотрело там 8 тысяч, а 11 тысяч поставило, что им не нравится это. Но вот такого не бывало. Понятно. Ну, умные же там сидят, продвинутые, выдумывают каждый раз что-нибудь новенькое, очевидно. Может быть, а может быть, а может просто у человека глючит что-то с компьютером. Может, с компьютером. Да, это были что-то еще. Хорошо. Давайте поговорим о том, что Китай поставил всех в довольно сложную ситуацию, и многие страны в значительной степени зависят от Китая, и это на самом деле пугает. И кое-кто уже начинает предпринимать конкретные шаги, как раз пытаясь освободить себя от этой зависимости. И я сейчас говорю о Японии. Да, да, да. Значит, в каком-то смысле вся эта паника с коронавирусом, она сыграла положительную роль, вернее, начала играть положительную роль, потому что целый ряд стран, которые довольно бездумно, из-за того, что это дешевле, удобнее, легче, не знаю, что такое, отдала Китаю огромное количество продукции, которое совершенно необходимо стране для ее существования, не думая о том, несмотря на предупреждение Трампа, которое он 20 лет делает, по-моему, за 15 лет до того он стал президентом, он уже все время говорил об этом, кричал, выступал в Конгрессе, там, где угодно. Так вот, значит, достаточно много стран вдруг поняли, что они абсолютно зависят от того, значит, как Китай захочет с ними что-то там, так сказать, торговать или нет. Потому что все всегда думали о том, что торговля самое главное, так сказать, если у тебя расстраиваешь торговые связи, то, так сказать, не будет войны, там, ну, всякие, так сказать, правильные и красивые идеи, только забыли вставить туда запятая, если только не тирания во главе, не диктарство, тирания, коммунисты, фашисты, называйте ее как угодно, во главе этого государства. Потому что если для того, чтобы называть демократия, а самая важная торговля, процветание народа, так сказать, не война, там, не нападение, не разруха, то для тирании самое главное держать в кулаке своих и захватывать как можно больше чужих, что называется, чтобы захватывать. Так вот, действуя по принципу торговать хорошо, и не надо вообще даже думать о том, что если много торгуешь, то не надо думать о войне, выясняется, что когда много торгуешь, надо думать о войне, потому что стало понятно, что Китай это государство, которое ради своих политических целей, то есть также когда-то Россия с Чернобылем, и там с подводными лодками, которые тонули там взрывы, которые были там и тому подобное, ракеты там ядерные и т.д. всякие, вылетали всякие, так сказать, облака, и ничего, так сказать, ни Советский Союз, ни Россия никому не рассказывали до последнего момента. Сколько еще мы не знаем, что произошло, что там загрязняет атмосферу. Китай действует абсолютно по тому же принципу. Значит, я не привержен с той теорией, что кто-то создал этот коронавирус, что специально выпустили там и тому подобное. Я ничего в этом не понимаю, но вот мое, так сказать, я всегда стремлюсь к какому-то самому простому варианту. Вот самый простой вариант – это либо над этим работали, так сказать, над вирусами разными работали в Институте вирусологии, там вот в Китае, в Юхане, либо этим вирусом были сжиганы какие-то животные, из которых, так сказать, оно случайно совершенно перепрыгнуло, что называется, на человека, и от этого больного номер один пошла, так сказать, вся эта мировая инфекция. Но китайцы знали об этом, понимали ситуацию, потому что у них ученые, как раз в этом Юхане, в Ухане, в котором на самом деле все и начало происходить. Несколько ученых, мы знаем, пытались достучаться до своего руководства, потом пытались достучаться через социальные сети, их там, так сказать, им запретили, там сажали в тюрьму, один даже умер. Мы не знаем почему, но есть предположение, что потому что очень хотелось кому-то в коммунистической партии Китая, чтобы много сказать миру, что, ребята, есть опасность вот такая, которой надо готовиться. Китай больше двух месяцев продержал нас. Рассказывал сказки, рассказывал, что от человека к человеку это не передается, то есть делал заявления уже теперь научные. Похоже, что купили, как минимум, председателя, а может быть еще несколько человек из той организации международной, так сказать, здравоохранения, которая как бы должна отвечать за информирование различных стран, о том, что происходит, как бороться, передача опыта и тому подобное. Значит, они купили, похоже, как я уже сказал, главу или глав этой организации, которые абсолютно повторяли китайскую пропаганду, хотя уже тоже, похоже, знали, что все это не так. Значит, Китай из-за этого, мы все считаем, что мы потеряли два месяца на то, чтобы готовиться к этому, и значительное количество смертей, которое происходит, произошло из-за того, что мы не готовы. То есть Китай, так сказать, не вовремя по у нас договоренности есть между всеми странами и тому подобное. Это часть договоренности ВТО, о помещании об эпидемиях. Китай не выполняет этого, плевал совершенно с высокой башни. Значит, что, во-первых, приводит к мысли, к тому, что Китай виноват, и европейские страны, большая семерка, уже по этому поводу общались, но пришли к выводу, что сейчас не время говорить о вине. Когда поборем, что называется, основная опасность нашего вирусной эпидемии закончится, тогда мы будем разбираться, кто виноват, почему и как он должен отвечать. Кто-то пытается подавать суд, и Китай уже туда-сюда, но это не государства, это какие-то частные организации, частные люди фонды. Теперь, значит, но кроме того, еще стало понятно, что 100% наших антибиотиков мы покупаем в Китае. Да? 100%. Теперь представьте, что мы серьезно поссорились с Китаем, и вот те отдельные голоса, которые раздавались в Китае, там в газете Жимин-Жимао, или как она там называется, главная партийная, которая написала, что если Трамп будет продолжать называть вирус китайским, то мы должны ответить отказом посылать в США антибиотики. Они тут же замолчали, но это уже было сказано, слово сказано, оно не воробей, оно оказалось большим, совершенно, так сказать, нагруженным серьезно самолетом с ракетами. Все все поняли сразу же. Поэтому Япония, например, да, она первая начала широкую, потому что у них на самом деле нет практической коронавируса, это отдельная история, нет, нет у них, нет в Сингапуре, а нет в Швеции, нет в Грузии практически, еще несколько стран, в которых нету, и карантина, в Грузии, кажется, есть карантин, в других странах и карантина нету, и нету коронавируса, хотя, так сказать, летали туристы и прочее. Тут Япония, так сказать, в которой нет коронавируса, и у них, как бы, нет этой остроты борьбы сейчас, начала такую программу, они назвали это широкая программа, значит, перевода фирм, производящих товары из Китая обратно в Японию. Товары они их определили как обязательные для существования Японии и японцев, значит, сказав, что они хотят либо все, либо большинство этих товаров перевести, причем они платят своим, платят, дают какие-то там подъемные, я не знаю, как назовите, тем фирмам, которые заказывали это в Китае, для того, чтобы они либо заказывали это у местных, либо перенесли заказы в некоммунистические страны. То есть, очень точно уже Япония определила. Мы не хотим иметь дело с диктаторскими режимами, ну, фашистских режимов как бы нету, поэтому они определили это как некоммунистические. Значит, они не хотят иметь дело и зависеть от режимов, которые исповедуют противоестественную идеологию, которые направлены на уничтожение нашего строя, нас, нашего богатства, нашего образа жизни и тому подобное. Значит, за УВОЗ, вот я пытаюсь смотреть, так сказать, на заметку эту, о которой я разговариваю, за УВОЗ производства Китая фирмы будут компенсированы, так сказать, на расходы, связанные с переездом и началом, так сказать, работы здесь. Им будут даваться какие-то налоговые, буквально, они тут пишут, миллиарды, так сказать, налоговых поблажек будут им даваться. Вот, это решение, кстати, принято кабинетом министра в Японии, и в результате вот того, что Китай лгал и не выпускал правдивую информацию. Специалисты считают, что Япония первая, не единственная, а первые страны, которые пошли на это уже у них спокойнее с самим коронавирусом. А вот как только мы разберемся с тем, что происходит у нас, у нас тоже будут, так сказать, заседания, решения какие-то, связанные с выводами из всей этой истории, и как, ну, назовем это, наказывать Китая. Сейчас не имею в виду, что кто-то полетит туда, там, так сказать, им лицо, ветерные пушки, там, стрелять, такие ракеты. Имеется в виду наказывать экономически, потому что именно это самое болезненное, так сказать, для всех и есть, в том числе и для Китая. Вот, сейчас в Конгрессе в США, идет обсуждение мер, которые будут приняты, чтобы обеспечить независимость, уже на таком уровне мы сейчас говорим, это независимость Китая, США от Китая. Я очень рад тому, что нас стукнул, что называется, в темечко не поздно, а вот по такому случаю, не когда, что называется, хана, а когда есть еще возможность медленно перестраиваться и сначала снижать, а потом, может, вообще, так сказать, перестать, а может, так сказать, покупать только то, что нам, так сказать, ну, скажем, так сказать, все, что необходимо делать здесь, а там лишнее можно покупать и где угодно, в том числе и в Китае. Согласен. Но, во всяком случае, такие стратегические вещи, как лекарства, запчасти к вертолетам или патроны, вот это, по-моему, полное безумие. Абсолютно, да, да, да. Причем главное, что, я говорю, Трамп уже об этом лет 15 и 20 говорит, я нашел ему интервью 2002 года у ОПРы, значит, ОПРы, а где он, она его спрашивает что-то, а он говорит, ну, это какое-то безумие, он говорит, я никак не могу понять, потому что правительство занимается тем, что отдает нашу судьбу в руки иностранцев. Причем, он говорит, даже, говорит, иностранцам, которые нас сегодня любят, не надо отдавать, но уж отдавать в руки тех, он говорил и об энергетике, и о лекарствах, там, и еще о других вещах, но вот просто отдавать людям, которые нас ненавидят и мечтают дождаться момента, когда можно будет ударить наш ножом, в спину, говорит, это бред. После чего она, значит, ОПРа ему говорит, а ты не думаешь выставлять себя на президенты? Ну, где же у меня такая хорошая жизнь, говорит, и так, чтобы заниматься, говорит, только если я увижу, что просто крайняя ситуация, и ни один из наших претендентов, скажем, на президентство не сквалифицирован, и не хочет, и не может что-то с этим делать, тогда я полезу в эту дураку. Потому что, говорит, зачем мне, говорит, я ведь человек небедный, занимаюсь, не за этим собрел, и стою там недвижимостью, люблю это, с детства занимаюсь, у меня хорошо получается, у меня хватает времени на семью, на детей, на полеты, на друзей, на все что угодно. Чего мне, говорит, влезть в эту... Ну, может, подумаешь, он, говорит, ну, если будет совсем плохо, подумаю. Вот я думаю, что к 15-му году, к 16-му стало совсем плохо. И это ведь все произошло не в одночасье. Сначала позволили Китаю вступить во Всемирную торговую организацию, а потом политики, которые сидят в Вашингтоне, принимают законы, которые выдавливают бизнесы из Соединенных Штатов и делают гораздо более выгодным переводить их в Китай. И наверняка значительное число этих самых политиков, этих 435 конгрессменов и 100 сенаторов, которые сидят в Вашингтоне и решают судьбу народа, неплохо на этом заработали. Многие из них стали миллионерами. Интересно, что вся эта история шла, вот перевод бизнеса, скажем, за последние 20-25 лет в Китай, шла в полный разрез с тем, что хотели профсоюзы. И я считал всегда, что демократическая партия, будучи абсолютно на службе у профсоюзов, и получая от них и деньги, и людей во время предвыборных кампаний, бесплатно совершенно, а что якобы волонтеров, на самом деле не совсем, что демпартия никогда в жизни делать этого не будет. И совершенно был поражен, когда я понял, что они делают это несмотря на профсоюзы, а даже прямую противодействию тому, что профсоюзы хотят. То есть, иными словами, это подтверждает, Сережа, твое мнение о том, что что-то они такое выигрывали от этого. Потому что я не говорю, что называется лить воду против ветра, это совсем глупо, да? — Да. Принимались законы, создавались условия, которые выдавливали, я не знаю, регуляции всевозможные, налоги и так далее. И, кстати, сам профсоюз приложил немало усилий, так сказать, умышленно, неумышленно, к тому, чтобы... — Да, но профсоюз приложил усилия, они дурные. Они считают, что если они больше будут получать с каждого, то они, значит, больше утащат. А когда ты пытаешься больше и больше и больше с каждого, то часть народа уходит из твоей сферы, да? За границу ли, в те штаты, в которые, так сказать, не обязательно вступать профсоюз и тому подобное. Поэтому они, поднимая минимальные зарплаты, показывают, как мы бьемся за рабочий класс, и считая, что они заработают с этого больше. Но так как это умножается потом на меньшее количество людей, то это проиграешь. — Да. С одной стороны, нет логики, и с другой стороны, очевидно, у руководителей профсоюзного движения есть какая-то своя особая логика или свои особые интересы? — Интересы. Я думаю, что свои особые интересы, да. Большинство из них — это как бы... Мафия когда-то пошла туда, в профсоюзы, и я не знаю, до сегодняшнего дня она там так же... Удивило бы меня очень, если нет. Будем надеяться, что все-таки какие-то есть изменения, но я подозреваю, что все равно мафиозные идеи собственного личного обогащения сидят в головах руководства профсоюзов до сих пор. — Теперь в продолжение темы Китая. Китай не только, так сказать, располагает предприятиями, которые переезжают из развитых стран в Китай. Китай покупает колоссальные... Вот я где-то недавно прочитал статью. Купил агропромышленную фирму, которая выращивает свиней и птиц. Но при этом они продолжают выращивать свиней и птиц, но на забой свиней и птиц перевозят в Китай, забивают их там, обрабатывают, перерабатывают их там, и готовую продукцию они привозят сюда. — И там написано, что это выращено там-то и там-то. — Да, написано, что это местное. — По Франции, Эландии, Канадии, где-то еще. А то, что весь процесс прошел в Китае, малюсенькими бухочками в самом-самом конце, что, так сказать, для людей, которые хорошо видят, трудно это прочесть. — Ну, и там же в этой статье говорится о том, что контроля, конечно, никакого за этим процессом в Китае абсолютно нет. Как оно перерабатывается, в каких условиях, что там делается, никто не знает. То есть... — Да, да, да. — Да, ситуация неприятная. Теперь давайте, может быть, перейдем к коронавирусу. Тут... Мне интересно, вот я слушаю разных врачей, есть видеообращения, видеоинтервью, есть статьи, и порой с диаметрально противоположными совершенно выводами, сделанными в этих интервью и так далее, и просто начинаешь теряться в этом во всем. То есть, что за процессы происходят? — Я как-то больше верю в статистике, честно говоря, чем разговорам. Потому что, когда человек говорит, там, я видел в госпитале, там, лежало, там, 174 трупа на земле, там, стояли холодильники и тому подобное, это эмоция, да. А потом я читаю, например, что, там, в районе из 20 госпиталей выбрали один и туда всех посылают, да. А остальные, там, 19 стоят пустые. То есть, опять, верить, не верить. Ну, когда, скажем, статистика приходит, чем понятное, статистику, так сказать, девочка такая статистика, может, так ее повернуть этим боком, можно тем боком. Но, так сказать, скажем, мы знаем, да, что если солнце один раз в день зашло, один раз, так сказать, пришло, то это, значит, один и один. Да, вот это факт. Мы уже посмотрим на него. Один и один. Уже разговор о том, что солнце все время, и тому подобное, оно не работает. Теперь, значит, как я... Давайте перенесем это на то, что я хочу сказать. Вот у меня в руках, так сказать, копия отчета некого профессора Клауса Пушел. Он патологоанатом из Гамбурга. Самый, наверное, крутой там патологоанатом. И он был единственный, кто в Германии вскрывал, значит, умерших от коронавируса. Не знаю, там, летали его, или он ездил, или что-то, или к нему свозили. Эту технику уже не знаю. Знаю, что он единственный, кто их вскрыл. Не так много там, на самом деле, было. И вот 6 апреля он выпустил комбиниги, в котором он заявил, что пока ни разу... Я хочу, чтобы вы вдумались, потому что то, что напишено здесь, меня совершенно ошарашило. Патологоанатом. По вскрытию. То есть это самое точное, что у нас есть. Может, я не знаю. Я не знаю. Но это самое точное, что у нас есть. Когда все кончилось, и теперь говорят, а теперь объясни нам, почему человек умер. Его вскрывают, смотрят, у него там легкие забиты, или что-то еще, или сердцем случилось, и прочее. Так вот, профессор, единственный патологоанат в Германии, который этим занимался 6 апреля, вот только что, заявил, что пока ни разу ни одно его вскрытие не показало, что смерть произошла из-за вируса. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что все эти люди, которые в Германии свозили к нему, или он там летал, опять же, не знаю, и которых он вскрывал, все эти люди умерли не потому что заразились вирусом, а он у них просто был, а умерли они от чего-то совершенно другого. Дальше он пишет. Вскрытие показывали, что вирусное заболевание подтолкнуло людей с серьезными проблемами со здоровьем к чуть, в скобках, может быть, быстрому концу. То есть, вирус не убил, а вирус, может быть, раскачал чего-то, что уже должно было вот случиться. Вот что он пишет. Все те, кого он вскрывал, умерли, и он перечисляет, от рака, от хронических болезней легких, были хроническими курильщиками, с серьезными ожирениями, или серьезно сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вирус оказался той соломинкой, перевожу с языка, который толкнуло уже ослабший, готовый перестать функционировать организм, остановиться чуть быстрее. Видите, что это постоянно переворачивает на самом деле все, что мы слышали, знаем и прочее. В Италии, кстати, интересно, в Италии, когда сделали отчет за первый квартал, такой предварительный, то они написали, что ни одного человека младше 50 лет, который умер от этого, не было такого, у которого было бы какое-то смертельное заболевание. Значит, вот этот самый наш номер 19 вирус, значит, такое же инфекционное заболевание, как и остальные инфекционные заболевания. Дальше, значит, цитаты из него, из нашего Клауса. Я уверен, что количество смертей в Германии в 2020 году ничем не будет отличаться от количества смертей в Германии в последние годы. Вау! То есть, он сказал то же самое, что говорит статистика в Италии, что в 2017 году смертей в Италии было на тысячу человек 10,7, в 2018 10,5, в 2019 10,7, а в 2020 проекция, значит, с трех месяцев экстраполяция на год, предикшнс 10,65. То есть, чуть-чуть меньше, чем в 2017 и 2019, чуть-чуть больше, чем в 2018 году. Вот, как это можно увязать все с рассказами о том, что от вируса умирает огромное количество людей, что мы должны все сидеть по домам, что, не дай бог, что это и того, я не понимаю. Потому что, если это так, да, то тогда надо подходить ко всей этой истории совершенно по-другому. Надо оградить тех людей, у которых есть заболевания, и которые входят, определить группу риска, их оградить, их держать, а не всю страну. Потому что держать всю страну бред. Мы в какой-то момент выйдем из этого и начнем дальше заражать друг другу, потому что вирус никуда не исчезнет, он будет сидеть здесь. А еще даже мы его выгоним из Соединенных Штатов Америки, прилетит человек из Тьму-Тараканска, или Вухубанска, или Пензы, или, не знаю, Пизы, заразить весь самолет, и все пойдет дальше. То есть надо либо вакцинироваться, и чтобы организм боролся, либо всем переболеть. Но вот пока нет лекарства, пока нет вакцины, держать людей, которые старше 60, допустим, и те, у которых такие-то болезни, ожирение, такие-то болезни, диабеты, и тому подобное, держать их так, чтобы они не касались других, или как можно меньше касались, вот это имело смысл. А то, что у нас сейчас, если это правда опять, но все больше и больше информации о том, что это правда. Так что я просто в состоянии, я написал, кстати, петицию, выставил ее утром сегодня на веб-сайт Белого дома, называется With the People, и на этой петиции написал, что, так сказать, уважаемый господин президент, нам необходимо начинать как максимум с 1 мая выходить на работу, делать как угодно, в отдельных штатах, в отдельных отраслях, но выходить, начинать, 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 потому что иначе, иначе это опять дотации, новые помощи, новые деньги, бесплатные, что называется, это та, новый социализм, привыкание, одновременно государство привыкает нами командовать, одновременно начинается большое, мощное государство, которое нас защищает, и маленький человек, который не может защититься сам, называется социализм, мечта Берни Сандерса. Так вот, дамы и господа, и сегодня я выпускаю большое видео на полчаса по этому поводу, по-английски, правда, где я призываю к этому, объясняю, почему, как, что будет происходить, огромная просьба, значит, залезть на мой YouTube или на мой Facebook, найти, буквально через 2-3 часа максимум будет это видео, уже стоит обращение и по-русски, и по-английски, и выйти на сайт, кликнуть, и подписаться тоже, если вы тоже считаете, что это совершенно необходимо, идти на работу, вместо того, чтобы еще какие-то триллионы и триллионы и триллионы печатать или занимать, которые придется нам же или нашим детям отдавать. Ну, я сегодня прочитал, у нас была в нашем эфире, неведко ее, Игорь Цесарский, приглашает в свои программы, Лена Пригова, журналист из Нью-Йорка, и я понимаю, что у нее такой крик души, а в Нью-Йорке ситуация, очевидно, действительно отличается от всего остального, или может быть это потому, что действительно в одном госпитале всех собрали и там это все выглядит так, или потому, что штатом Нью-Йорк и городом Нью-Йорк самые яркие представители демократической партии управляют, поэтому... заявил, что неважно, даже если мы не брали тест у покойника, мы все равно его будем относить, потому что возможно, что он имеет коронавирус, инфицирован. им это выгодно. Потому что им нужно создать эту панику. Задача ведь... Ведь, к сожалению, все, что происходит сейчас, то есть, есть реальная эпидемия, есть реальные заболевшие, есть заразившиеся, есть реальные умершие и так далее. Но, к сожалению, всем этим, за всем этим и управляет всем этим политика. Это выбор... Это год выборов. У демократов нет никаких шансов. Во всяком случае, не было никаких шансов. И тут на тебе такое счастье привалило. Я думаю, что у них продолжает не быть шансов, у них еще хуже становится шансом, чтобы они неправильно начали играть в эту игру. Давайте, Леон, давай мы пойдем с тобой на перерыв. Давай мы... Потому что... Давай мы примем. Господа, у нас прекрасные спонсоры. И, пожалуйста, не просто слушайте, что они говорят, а идите к ним, а не к тем, кто не дает нам рекламу. Мы сейчас примем один звонок, я уже принял его, поэтому чуть на минуту позже уйдем. Добрый день, пожалуйста, быстрый, короткий вопрос, если можно. Леон, вы знаете, я ваш поклонник, но мой внук работает доктором в Тайланд-госпитале. Он, правда, хирург, мы сейчас его привлекли, весь госпиталь занимается только больными коронавирусом. Каждый вечер, когда он едет с работы, он мне звонит, и, во-первых, я хочу его голос слышать, он говорит, что обстановка ужасная. Ужасная. Сегодня первый день, когда появились первые пустые палаты, и умирают в любом возрасте. Вы знаете, я прошу прощения, я все понимаю, вот это то, что вы сейчас говорите, мы уже много раз слышали, слышим каждый день. Давайте я вам быстро отвечу, перед тем, как мы ушли на перерыв. Значит, умерло 18 тысяч человек на сегодняшний день от, они говорят, от коронавируса, вот немец говорит, что у них даже близко никто не умер от коронавируса. Ситуация ужасная, конечно. Выбрано 4 или 5 госпиталей, значит, в пяти бору Нью-Йорка, туда сбрасывают всех людей. У меня ходили знакомые, в видео снимали 4 госпиталя в Бруклине, которые стоят совершенно пустые. Их, они пытались зайти, их не пустили, сказали, мы никого не принимаем, мы боимся коронавируса. Совершенно пустые госпитали, ни одного человека рядом и прочее. Конечно, если сконцентрировать больных в одном месте, а попробуйте просто закрыть три четверти госпиталей в Нью-Йорке и увидите, что будет происходить в нормальный день без всякого коронавируса. Никто не говорит, что это не ужасно, никто не говорит, что это не страшно. Просто давайте посмотрим потом по итогам нашего, нашего вот этого 2020 года, насколько в Америке изменится смертность от того кошмара, который мы проходим сейчас. А то, что внук у вас работает, я искренне ему и сочувствую, и спасибо ему большое, что это делает. Моя дочь делает то же самое, абсолютно сто процентов, в госпитале, в котором ежедневно, так сказать, есть... У нас, кстати, во всей Калифорнии меньше 500 смертей за три месяца. Так что у нас вообще какая-то странная история. У нас просто все госпиталя пустые стоят. Все. У нас выперли врачи и медсестер на вынужденный, не оплаченный, пока что, скорее всего, оплатят потом отпуск. Потому что сын нечего делать, больные боятся ходить. Кроме того, когда звонишь, это мы... Жена моя пыталась звонить в госпиталь, ну, там, к врачу, чтобы ее принялись, сказали, не-не-не-не-не-не-не-не, сейчас не приходи, давайте вы у нас по телефону, ни в какой-нибудь случае не приходите. Она говорит, ну, у меня болит. Не-не-не-не-не-не-не, не приходите. Вот. Так что, я извиняюсь, конечно, да, но это то, что называется анемботические данные. Данные серьезные, это данные статистики. Спасибо. Давайте мы теперь... Ну, ради Бога, ради Бога. Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, мы должны прерваться так или иначе. Мы должны. Буквально через три минутки вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Леонова Эйнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонок, а потом продолжим. Добрый день. Здравствуйте. У меня два вопроса. Один не совсем по делу. Я хочу знать офис вашего... Ваш офис. Номер телефона вашего офиса. Пожалуйста, если можно. 847-480-0023. 480-0023. Спасибо. А второе, ну, это не столько вопрос, сколько мысли хочу высказать, что в данном случае интересы наших левых и китайцев очень даже смыкаются. Потому что и у тех, и у тех, и других главная цель не допустить Трампа к переизбранию. Потому что понятно, что только Трамп сможет противостоять китайцам, что он и делал очень успешно. Поэтому я думаю, что так как их интересы смыкаются, поэтому все так очень плохо выглядит. Точное замечание. Спасибо за ваш звонок. Как вы думаете, Леон? Да, я считаю, что и интересы Китая, и России, и Ирана, и Северной Кореи, и Венесуэлы, они, так сказать, направлены сейчас на то, так сказать, чтобы помочь каким-то образом демократам, может быть, при этом делая вид, как Россия делает, что она помогает, чтобы очернить Трампа. Но, конечно, они все мечтают, что называется, спят и видят, чтобы сильного человека, человека с программой, с пониманием того, как вести с ними, с бандитами дело, не было в Белом доме, а чтобы какая-нибудь очередная тряпка, которую на самом деле можно купить, которую уже давно купили, сидела бы там. Очень интересная реплика от нашего зрителя. Слушатели на Ютьюбе. 18 тысяч умерло, и 18 миллионов потеряли работу. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Санфранцисов. Здравствуйте. Спасибо, Сергей. Спасибо. Это как раз, по-моему, ваша реплика была. Что-что? Это, по-моему, ваша реплика была, что 18 тысяч умерло, и 18 миллионов потеряли работу. А, да. Я хочу... Да, ну, то ли еще будет. Я хотел просто отвлечь вас немножко от коронавируса, и вот политическая жизнь продолжается. Значит, вчера я Меркангран услышал, много говоря, что он ничего не делает. Значит, вот вопрос следующий. Он грозится, что перестанут давать деньги, правильно? Это всемирный хелс ассоциейшем. Ассоциейшем. Так ли это нет? Это вопрос номер один. И вопрос номер два по поводу Холлинса в Сенат. Тоже я мельком слышал, что Мак Митчелл, он хочет вот эту тетку, которая трейд делала, интернел. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Акции продавала интернел информация. Понятно, да. Сенаторы... Это вы в курсе, да. То есть там какая-то борьба Холлинса фактически с этой женщиной. Если вы как бы в курсе, вы, наверное, в курсе. Да, да, Холлинс это конгрессмен... Который в Сенат идёт, да? Который хочет... Да. На самом деле, было бы правильно, все ожидали, что губернатор назначит именно его сенатором. Но, к сожалению, да. То есть это уже как бы вопрос решён, или это ещё борьба идёт? Нет, он будет... Ну, он, скорее всего, будет избираться, я думаю, в Сенат. Но не знаю по поводу того, что есть какое-то решение. Ничего пока сказать не могу. Ну, ладно. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогой Леон, вы подали петицию в Белый дом, и Трамп ещё две недели там назад предлагал завершить этот карантин 12 апреля, но он продлил до 30-го этого года, числа. Вот. наши левые товарищи Пилоти предлагал до ноября довести, а уже сегодня вот информация в вашем стане на полтора года хотят подлить. В конечном итоге поведите разум, или же мы поддадимся истерике демократов. Спасибо. Ну, начну с того, что Трамп как бы не предлагал 12 апреля, так восприняли, он сказал, что я бы хотел, чтобы страна вышла на работу 12 апреля, было чисто я бы хотел, было бы здорово, типа. Это не важно на самом деле. После всяких консультаций с врачами и т.д. Действительно продлино было до конца месяца апреля, до 1 мая. И здесь начинается вот то самое, на что очень надеются демократы. Потому что у Трампа оказывается безумно сложное положение. Если он начинает отпускать частично, там, пошагово, там, по отраслям, по географии, не знаю по какой, то, во-первых, его решения могут легко блокироваться штатами. То есть, штат может сказать, федералы приказали, а мы запрещаем. И нет никакой, ничего поделать нельзя. Закон может только подавать в суд, это долгое дело. И я уверен, что Калифорния будет мешать Трампу всякими силами. А во-вторых, они тут же начнут орать, что он ради денег, мол, которые ему, им там, каким-то там, жалко денег, а ради денег сейчас будут умирать люди. И каждый раз, когда будет умирать любой человек, его портрет будет на всех, его, ее портрет будет на всех газетах, журналах, интернетах, сайтах, и на всех, так сказать, CBS, NBC, CNN, и тому подобное. И будет говориться, что вот этот человек умер, потому что Трамп, вот из-за Трампа, это то, чего они ждут на самом деле. Теперь, если Трамп не будет, а продлить, скажем, еще на месяц, или там на какое-то время, они говорят уже сейчас от месяца до четырех, я не слышал никогда полтора года, но, так сказать, от месяца до четырех, то есть, четыре месяца, если вы посчитаете, вы поймете, докуда это идет, жить будет хуже и хуже при Трампе. И народ начнет уже сейчас, кстати, у Трампа, так сказать, взлетела популярность на пятьдесят процентов, сейчас на пять вернул на свои сорок пять, сорок шесть, потому что люди говорят, я без работы, я не знаю, что делать, ну хорошо, мне сейчас какие-то деньги дадут, но не дают, потому что очень много заявок, а я сижу без денег, а что мне дальше делать и прочее. И люди видят, что, в общем, по большому счету, у них нет ни одного знакомого, который чем бы заболел, а держит. И мысли о том, что это не Трамп, не Белый дом, они начинают думать, они знают, при Трампе вот так вот, при Трампе мне стало плохо, поэтому и так плохо, и сяк плохо. Так вот, я выступаю и прошу, так сказать, всех тех, кто меня поддерживает, подписать эту петицию, я вот говорю, утром я ее поставил, начал рассылать уже, так сказать, знакомого своим, незнакомым слушателям, читателям, вот, потому что я там говорю, что мы, я понимаю обе стороны, я понимаю проблему и там, и там, но по целому ряду причин нам необходимо начинать работать, потому что только выход Америки на работу и начать производство, потому что восстановление будет жутко сложное, это легко сломать за месяц, а потом надо долго, там, попробуй уговорить людей ходить в рестораны и сидеть рядом друг с другом, даже если нет уже этого коронавируса, да, значит, то есть будут сейчас, очевидно, рестораны терять какие-то деньги, долго люди не будут ходить, а когда будут ходить, не будут ходить, сидеть рядом, значит, нельзя будет много так людей принимать, значит, цены пойдут автоматически наверх, потому что надо платить аренду, надо платить людям, Плюс, так сказать, постоянное давление демократов Минимум там надо поднять до 15 долларов в час Даже те люди, которые ничего не умеют, не знают Так надо учиться равно всем платить 15 долларов в час То есть все это вместе начнет вызывать, скажем так сказать Большое затруднение в восстановлении экономики Чем раньше мы это начнем делать, чем легче мы из нее выйдем Поэтому я считаю, я сейчас готовлю такое получасовое видео Подготовил уже, мне сейчас его монтируют Через часа 2-3 я его поставлю на все возможные сайты, точки, каналы и тому подобное Где я в деталях по-английски объясняю Почему необходимо не позднее, чем 1 мая выходить на работу Может быть не сразу всем, я не знаю, не специалист Но по крайней мере необходимо И я знаю, что Трамп собрал уже группу, собирает группу людей Которые будут планировать, как стране выходить из этого Я хочу помочь ему общественным мнением Показать, что оно есть вот в эту сторону В сторону открытия страны, в сторону возвращения на работу И показать, что не только вой и крики Ах, как мы боимся И как вот после избрания Трампа В университетах организовали комнаты для успокоения нервов Где комнаты закрыты с мягкими там какими-то диванами С музыкой, полутьмой И студенты в нервах от того, что избрали Трампа Приходили и плакали там Вот это нам не надо Не надо этого Надо нормальные люди, чтобы воспитывались в нашей стране Вот, все, извиняюсь Значит, вот это вот 18 месяцев Это не случайно и не с потолка Это Эзекииль Эммануэль давал доктор Брат Рамы Эммануэль Который нам сделал Обама Керр Совершенно верно Он давал интервью на MSNBC И сказал, что минимально мы должны быть закрыты еще на 18 месяцев То есть это не просто так Это просто мечта, мечта коммунистов Абсолютно К сожалению, еще проблема Люди, которые вот сейчас потеряли работу Некоторые, кто-то стал получать больше, чем он получал до того Ну, в том случае, если он будет получать вот эти Ничего не получил, но получит Получит, да Сейчас пока непонятно, что, да Их трудно будет Им это понравится Им не захочется возвращаться обратно А статистика говорит Что, когда ты получаешь на безработице меньше половины своей зарплаты Ты ищешь работу А когда ты начинаешь получать больше половины зарплаты Ты не ищешь работу А если ты, как сейчас будет, получать больше на 600 долларов в месяц Чем то, что ты получал Это то, как выходит по расчетам На 600 долларов больше, чем то, что ты получал Ну, это низкооплачиваемые работы, да То зачем тебе куда-то выходить Если ты выходишь на работу, теряешь 600 долларов сразу же И еще с тебя начинают снимать проценты за то, за все, за пятое, за десятое Это ужасно все Просто ужасно Как очень временная мера Это работает Чуть-чуть дольше, чем временно Это разрушит не только экономику Это разрушит фабрику, как говорят, нашего общества Давайте попробуем принять Добрый день, пожалуйста Только приглушите радиоприемник Я хотел бы сказать Я из Нью-Йорка, меня зовут Эдуард Это к тому, что говорил Леон Вот на этой неделе На фейсбуке была очень подробная статья Об одном докторе Который предложил в Нью-Йорке Свои клиники Там пять или сколько там клиник Которые, допустим Отдает полностью Они оборудованы И сто врачей И, так сказать И маски Все, что надо И кислород И он не мог добиться никакого успеха Потому что много раз его сотрудники звонили Коома С ним разговаривали Или просто вообще не отвечали И наконец-то там после Это очень длинная статья всех перепетиций Которые с ним случились В общем-то его В лучшем случае ему сказали Что вот пришлют там каких-то людей С которыми он должен там с ними разговаривать Эта клиника Тут она называется Вейн клиник И доктор Это Ян Ян Корс Нельсон Я хотел бы об этом упомянуть И чтобы люди знали Обязательно Спасибо большое Обязательно Замечательная семейная пара Врачи Доктор Ян Корс Нельсон Флора Корс Нельсон И ЕС ЭВИН клиник Это наши Чикагские Но клиники по всей Америке И вот в частности В Нью-Йорке Там пять клиник Они действительно предложили Свои услуги И об этом писала Газета По-моему Чикаго Трибюн Еще какая-то Вообще Надо с ними связаться И сделать их спонсорами Передач На твоем радио Сережа Они в свое время У нас рекламировались Поддерживали нас А потом как-то мы так Растерялись Ну попробуем Не знаю Попробуем Обязательно Потому что люди делают Потрясающее дело И об этом надо говорить И рекламировать И чтобы все знали И на русском И на английском Так сказать В языке И тому подобное Мы не успели поговорить О новом герое Новом лидере Ну не новом Он же старый Отживший Юный герой Байдер Да И кстати Сейчас спекуляции Новые я читал Сегодня Не помню где Кого ему пророчат В Вице-президенты Это Губернатор штата Мичиган Такая звезда Которая Получила Я не знаю Это не очень правильный выбор Ему нужна Женщину Черную Которая бы кричала Все что Извредет в голову Абсолютно не думая Ни о политическом Будущем Ни о чем Обливала бы грязью Так сказать Авось облить И прочее Губернатор Мичигана Неправильный человек Ему нужна Атакующая Черная женщина Ну кстати Губернатор Мичигана Та самая Которая запретила Врачам Использовать Вот это лекарство От нуля Она Она просто Мелкая интриганка Ну хорошо Будем считать так Ну это просто Спекуляции На эту тему Я не знаю Чем все это Закончится Ну Демократам Мне остается Только посочувствовать С этим кандидатом Который Вот в то время Когда с Китаем Такие отношения Когда нужно Как можно скорее Как можно Глубже разорвать Вот эту зависимость От Китая Демократы Избирают своим Кандидатом Человек Который у китайцев Находится в кармане Просто куплен С потрохами Просто фантастика Куплен с потрохами Как вообще Можно такое делать После трех с половиной лет Обвинения Трампа В связи с Россией Они выдвигают человека У которого Обвинять не нужно Полетел в Китай Представил своего сына Прилетели обратно Через 10 дней На счет сына Падают полтора миллиарда долларов Полетел в Украину Сказал Что если вы не выгоните Вот этого Генпрокурора Который расследует Моего сына Который получает 80 тысяч долларов В месяц Я вам Миллиард долларов Не дам И все Америка Они сказали Мы позвоним Обаме Он сказал Звоните Обама в курсе Леон Огромное спасибо И наверное До встречи В следующий раз Буду рад Жду Всегда с нетерпением Взаимно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok